Музыкант 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 Это настоящий фестиваль Оказывается, во время прослушивания музыки Мозг задействован только частично И это влияет на определенные участки тела В то время как игра на музыкальном инструменте Эквивалентна воздействию на все тело Неврологи увидели, что множество участков мозга загораются Одновременно обрабатывая различную информацию Удивительно быстро и находясь в сложной взаимосвязи Но что же касается музыки, которая озаряет головной мозг? Исследования еще довольно новые, но у неврологов уже есть отличное представление обо всем этом. Игра на музыкальном инструменте вовлекает в работу практически все участки мозга одновременно, в частности, зрительную, слуховую и моторную функции коры головного мозга. Так же, как с какой-либо другой тренировкой, дисциплинированная и структурированная практика в игре на музыкальном инструменте укрепляет мозговые функции, позволяющие нам применять эту силу также и на другие виды деятельности. Самая большая разница между прослушиванием музыки и игрой на музыкальном инструменте в том, что последняя требует мелкой моторики, которая контролируется обоими полушариями головного мозга. Говоря об этой взаимосвязи, вспомним, что левое логическое полушарие отвечает за языковую и математическую точность, а правое – за оригинальное и творческое проявление. Исходя из этих данных, было обнаружено, что игра на музыкальном инструменте увеличивает объем и активность мозолистого тела в головном мозге, которое является мостом между двумя полушариями, позволяющим совершать быстрый обмен информации между ними. Именно поэтому музыканты могут решить вопросы более эффективны и творчески, как в теоретическом, так и в практическом смысле. Создание музыки также предполагает разработку и понимание ее эмоциональной составляющей. И благодаря этому музыканты часто имеют более высокие уровни исполнительной функции. Здесь речь идет о взаимосвязанных задачах, которые включают в себя планирование, разработку стратегии и внимания к деталям, и требуют одновременного анализа обоих аспектов – познавательного и эмоционального. И действительно, музыканты демонстрируют расширенные возможности памяти, создания, хранения и более быстрого и эффективного извлечения воспоминаний. Исследования показали, что музыканты используют связанные полушария мозга, чтобы дать каждой ячейке памяти несколько тегов, таких как концептуальный тег, эмоциональный тег, звуковой тег и контекстный тег. И в итоге это все работает как хороший интернет-поисковик. Это недавнее исследование о преимуществах игры на музыкальном инструменте расширило наше понимание умственной деятельности, раскрывая внутренние ритмы и сложные взаимодействия, которые составляют настоящий оркестр внутри нашего мозга. Субтитры создавал DimaTorzok